ПЕСНЯ 21 телекомпания приняла участие в ежегодном фестивале «Братино». География конкурса растет с каждым годом. От Сербии до Арабских Эмиратов, через муниципалитеты Подмосковья и регионы России. За 19 лет существования фестиваля в нем участвовали тысячи журналистов. Многие стали друг другу друзьями. Оно и не мудрено, ведь здесь царит атмосфера доброжелательности и не чувствуется духа соперничества. Это большая радость встречи друзей. Вы видите, что все подходят, все обнимают, целуются. Мы не виделись целый год, несмотря на то, что общаемся в соцсетях, общаемся по работе. Любимые люди, друзья, единомышленники, союзники, коллеги. Это всегда интересно. Несмотря на то, что в разные годы фестиваль успел погулять по Московской области, традиционным местом дислокации «Братины» считают Сергеев Посад. Для сотрудников местного телеканала «Тонус» это горячая пора, ведь именно на их плечи ложится организация фестиваля и проведение самого престижного конкурса «Братины» – репортажа с колес, который в этом году выиграл телеканал «Видное ТВ». Я объявляю победителя. Это город «Видное ТВ». Очень тяжело передать вот это вот волнение. О, спасибо всем большое. Журналисты приезжают на «Братины», чтобы обменяться опытом, посмотреть на труды своих коллег, вынести для себя что-то новое. Фестиваль дает возможность посещать мастер-классы корифея в журналистике, которые все в той же дружеской атмосфере раскрывают секреты профессионализма и готовы прийти на помощь. Вы взялись за, по сути, портрет в стилистике репортажа. Но портрет не получился. Вы показали одну грань. В то время, когда основная масса братинцев уже готовилась к награждению и закрытию фестиваля, участники конкурса «Вы в эфире» чувствовали мандраж. Предстояло определить лучшего ведущего. Я всегда мечтала стать актрисой или певицей, но считаю, что в работе ведущей все-таки актерское мастерство всегда пригодится. Три испытания и призовые места распределили между собой Воскресенск и Видное, второе место, а братину взяла журналистка из Мытищ. Помимо конкурсов во время Братины, до начала фестиваля журналисты присылали свои сюжеты и фильмы в разных номинациях. Наша коллега Татьяна Брылова получила диплом третьей степени в номинации «Майя Россия» за фильм «А значит, будем жить». Всегда грустно прощаться, поэтому на закрытии фестиваля в воздухе витала печаль, но одновременно с радостью и надеждой, что в следующем году мы встретимся снова на юбилейной 20-й Братине. Я вас люблю, что я могу еще сказать? Юлия Погосьян, Константин Брылов, Елена Кошелева, Видное ТВ.